Пятница, репетиция, выходных. Вечер этого буднего дня у некоторых горожан считается прожитым зря, если не принять на грудь после работы. А потом за роль. В эту пятницу сотрудники городского отдела ГИБДД отправились в рейд по Иванову, чтобы выявить нарушителей. За 8 месяцев этого года по вине пьяных водителей произошло 33 аварии. 5 человек погибли. Особенно общественность взволновало ДТП, которое произошло на улице Лежневской недели раньше. В результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали 6 человек. Виновники аварии явно находились в опьянении. Вот только в наркотическом или алкогольном специалисты пока не говорят. Последнее столкновение. Там еще неизвестно, было ли опьянение, но водитель двигался, это на улице Лежневской, двигался с огромным превышением скорости. Я не думаю, что адекватный человек может превышать скорость на такую большую отметку. Поэтому произошло столкновение. В результате погибло уже двое человек. Первоначально погиб только один. В этом рейде пьяных за рулем не попалось. Сотрудники ГИБДД фиксировали вполне традиционные нарушения. Чаще всего, конечно, это нарушения управления без ремней безопасности, страховые полисы. Попадаются еще такие водители, которые управляют тонированным транспортом. Но мы это все пресекаем, выявляем нарушения. В начале восьмого вечера на пешеходном переходе на перекрестке Ленина и улице Горелина скутер сбил пожилую женщину. Пенсионерку с ушибами и закрытой черепно-мозговой травмой увезли в больницу. Обзор водителю загородил стоявший в соседнем ряду автомобиль. Поэтому бабушка, которая переходила дорогу, молодой человек не заметил. Более серьезная авария произошла ночью на Кохомском шоссе. Там перевернулся автомобиль, в котором находились двое мужчин. Водитель 86 года рождения скончался в больнице. Его пассажир в тяжелом состоянии. Велика вероятность, что в данном случае виной всему стало то самое пятничное алкогольное опьянение. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.